И мне, моей задачей является рассказать о тех особенностях иммунотерапии, которые стали, может быть, очевидны в этом году, я скажу так. И действительно, Элизабет в своём докладе очень широко осветила, наверное, те новые данные о двойной иммунотерапевтической блокаде, которые были получены в этом году, и исследования ЧЕКМЕИ-227, финальные данные по общей выживаемости у ПДЛ-позитивных пациентов, которые показали преимущества комбинированной иммунотерапии, и исследования ЧЕКМЕИ-9ЛА, где похожие данные по увеличению общей выживаемости были получены независимо от уровня экспрессии ПДЛ-1, но при дополнении, сам на начале лечения, двух циклов цитостатической терапии. Мне хотелось начать чуть более издалека и вспомнить о тех данных, которые мы имеем в отношении второй линии лечения. Несколько препаратов показали свою эффективность относительно цитостатической группы с ДОЦТАКСЕЛОМ. Это и неволумаб в двух исследованиях, в зависимости от гистологической формы, пембролизумабки и НОУ-10 исследования, и исследования УАК с ПДЛ-1 ингибитором от эзолизумаба. Что важно? На настоящий момент эти исследования были первыми, в которых было продемонстрировано эффективность иммунотерапевтического подхода у пациентов с неблококлеточным раком лёгкого без активирующих мутаций. Сейчас у нас уже есть довольно длительный срок наблюдения за этими пациентами. И мы знаем, к счастью, что без прогрессирования в течение пяти лет после окончания лечения может оставаться практически один из десяти пациентов. Практически двое из десяти пациентов будут живы в течение всего этого срока. И это на самом деле те потрясающие результаты, которые вселяют надежду в наших пациентов и заставляют их верить в этот метод лечения. Но что мне представляется ещё более интересным, это то, что три из десяти пациентов будут не просто живы, а находиться в ответе в том случае, если опухоль, которая у них развилась, ответила на проведение иммунотерапии. И это говорит о том, что иммунотерапия тогда, когда она помогает, тогда, когда у организма есть собственные силы для того, чтобы бороться, есть сформированный иммунитет для того, чтобы бороться с опухолью, она, собственно, творит чудеса. И вы видите, что пятилетняя выживаемость без прогрессирования для пациентов, ответивших, составляет 30%. И это, для всякого сомнения, очень здорово. Среди тех пациентов, которые в течение трёх лет находились без прогрессирования, вероятность того, что они доживут до четырёх лет без прогрессирования и пяти лет составляет 90 и 80%. То есть это говорит о том, что и первоначальный ответ, и длительное нахождение без прогрессирования заболевания являются крайне благоприятным показателем, на который мы можем ориентироваться для того, чтобы, может быть, давать пациентам пожить ещё более спокойно и, может быть, возможно, реже встречаться с докторами. Теперь, переходя к первой линии лечения, в этом году, как я уже сказал, были получены данные двух крупных исследований, которые требуют от нас инкорпорировать вот эти вот двух комбинированные монотерапевтические режимы в нашу клиническую практику. Пока их место, с моей точки зрения, опять-таки, с учётом того, о чём говорил Сергей Владимирович, с учётом стоимости этих вариантов лечения и финансовых возможностей, которые в России, к сожалению, пока, несмотря на огромные затраты на здравоохранение, несмотря на огромные затраты на лечение пациентов раком лёгкого, они всё-таки недостаточны, не позволяют у всех использовать загадочные варианты лечения. Они требуют от настратификации пациента. Основным фактором стратификации в настоящий момент является уровень экспрессии ПДЛ1. Несколько в стороне находятся те пациенты, которые никогда не курили, потому что у них, независимо от уровня экспрессии ПДЛ1, выше вероятность наличия тех или иных активирующих мутаций, которые мы либо определяем в связи с тем, что они частые, GFR, ALK, ROS1, либо и Бераксики тоже, либо не определяем, если они относятся к более редким мутациям, HER2, различные нарушения МЕД и так далее, ред. Так или иначе, наличие активирующих мутаций не располагает к высокой эффективности иммунотерапии. С моей точки зрения, отдельно, и об этом тоже очень интересно и правильно, как мне показалось, обратила внимание Элизабет в своём выступлении, это то, что пациенты, которые имеют в анамнезе большой стаж курения или продолжают курить активно на момент выявления заболевания, они тоже находятся несколько в стороне от прочих пациентов. Потому что у этих пациентов на основании клинической сертификации мы знаем, через все исследования проходит чуть больше, более высокой эффективности иммунотерапевтического подхода. Для того, чтобы сформировать свои представления о том, как же лечить пациента с различными сертификационными группами по уровню экспрессии ПДЛ-1, мы можем, мы имеем данные восьми исследований. Четыре из них включают только иммунотерапевтические походки, КИНОТ-024, КИНОТ-042. Для пациентов с уровнем позитивной экспрессии ПДЛ-1 ЭМПАУР-110 – это новое исследование, в котором была показана эффективность монотерапии отезолизумабом относительно цитостатического платинового дуплета у пациентов с высоким уровнем экспрессии ПДЛ-1, оцененной по антителам СТ-142. Как вы помните, он включает в себя оценку не только на опухолевых клетках, но и на монокомпетентных клетках. И исследование комбинированной монотерапии ЧИКМЕ-227. Есть также и комбинированные подходы – химио-иммунотерапевтические, исследования для аденокарциномы КИНОТ-189, целью которого была увеличена, и общей выживаемости и времени без прогрессирования. Похожая по дизайну исследования для плоскоклеточных опухолей КИНОТ-407, ЭМПАУР-150, прозвучавшая для аденокарциномы, четверная, так скажем, комбинация, которая включает в себя также антиангиогенный препарат. Мы знаем, что сейчас именно добавление антиангиогенной терапии и коммунотерапии представляется крайне перспективным с учётом того, что, по-видимому, эти два механизма каким-то образом взаимодействуют между собой. Ну и ЧИКМЕ-9-LA – это исследование, которое оказалось позитивным в этом году. Его уже очень детально обсуждал Элизабет. Начинается пациента с высоким уровнем экспрессии ПДР-1. И, вне всякого сомнения, это та группа пациентов, которая чувствительна к действию иммунотерапевтических препаратов текущего поколения, в частности, к монотерапии ПДР-1 или ПДР-1 ингибиторами, как мы теперь знаем. Тем не менее, для этой группы пациентов был исследован и вариант химио-иммунотерапии. И что мне представляется крайне интересным, и это данные, которые были представлены в прошлом и в этом году, это то, что, к сожалению, наши надежды, большие надежды, большие ожидания от моноиммунотерапии и комбинированной иммунотерапии, они, в общем-то, хоть и оправдываются, но всё-таки не до конца. Как, опять-таки, говорилось с предыдущим докладчиком, хазар-троэшева повышается, медиана, к сожалению, снижается со сроком наблюдения. И это характерно и для моноиммунотерапии, и для комбинированной химио-иммунотерапии. Как вы помните, преимущество от использования комбинированной химио-иммунотерапии у пациентов с высоким уровнем ПДЛ-экспрессии заключается в том, что участие пациентов с первично резистентным к одному из вариантов лечения, мы не знаем, какому, к одному из вариантов лечения, не происходит прогрессирования на ранних сроках лечения, в течение первых трёх месяцев. Если мы используем либо один, либо другой метод, либо химио-терапию, либо иммунотерапию, то прогрессирует небольшая, но всё-таки значимая часть пациентов в течение короткого времени. Если мы используем два варианта лечения одновременно, то мы не наблюдаем этого резкого снижения кривой, которое касается времени без прогрессирования. И надо сказать, что подобные расхождения, подобный профиль кривых, он сохраняется независимо от, вы видите, данных 2016 года, данных 2020 года. В общем, мало что изменилось с точки зрения формы этих кривых, и, соответственно, место химио-иммунотерапии у пациентов с высоким уровнем эспрессии ПДЛ-1. Наверное, это те пациенты, у которых наблюдается активное течение, большой объём опухолевой массы, выражены клинические симптомы. И, в общем, продолжение этой концепции, продолжение концепции крайне высокой роли иммунотерапии у больных с высоким уровнем эспрессии ПДЛ-1, данные исследованием ПАУР-110. Это зализума показался лучше, чем цитостатическая терапия. Он увеличил время беспрогрессирования с 5 месяцев для цитостатической схемы до 8,1 месяцев. Сами по себе увеличение, хоть и статистически достоверное, но, может быть, клинически не настолько значимое, насколько нам бы хотелось. Ну, конечно, безусловно, для пациентов, которые получают моноиммунотерапию, принципиальнейшее значение имеет продолжение выживаемости без прогрессирования, которое реализуется по длительной продолжительности эффекта. Ну и, собственно, похожие кривые мы видим и для двойной иммунотерапевтической комбинации с двумя циклами химиотерапии. Мы видим, что в течение первого года выживает 70% пациентов. В общем, это те показатели, которые являются стандартами до настоящего времени. Важно сказать, что уже сейчас мы знаем о том, что же происходит с теми пациентами, которые продолжили и получили полный цикл лечения, именно два года лечения. И мы знаем, что многие из этих пациентов продолжают наблюдаться, но, к сожалению, прогрессируют. И вот здесь есть данные, полученные из исследований КИНО-024 в отношении тех пациентов, у которых после окончания, планового окончания лечения было выявлено прогрессирование заболевания, которое потребовало реинтродукции моноиммунотерапии. Таких пациентов было 12 в рамках этого исследования. И мы видим, что реинтродукция моноиммунотерапии может приводить к объективному ответу фактически у третьих пациентов. Ещё у значимой доли пациентов повторное использование того же самого препарата приводит к стабилизации состояния. У нас есть один такой пациент, который получал моноиммунотерапию, она была закончена, и дальше он наблюдался. И потом, через полгода после окончания моноиммунотерапии, у него было выявлено прогрессирование болезни в виде появления метастазов в печени. И, в принципе, мы были готовы к тому, чтобы пойти по пути моноиммунотерапии, но, выполнив биопсию, выявили там фактически негативный уровень экспрессии ПДЛ-1. И поэтому мы очень серьёзно задумывались о целесообразности моноиммунотерапии, ну и начали проводить пациенту химиоиммунотерапию, которая, в общем, привела лишь, к сожалению, к стабилизации заболевания. Это говорит о том, что, наверное, пациентам, у которых возник рецидив, назовём его так, после различного по срокам наблюдения после окончания моноиммунотерапии, наверное, им требуются какие-то более агрессивные меры для достижения того же эффекта. И здесь есть у меня короткий вопрос к вам для того, чтобы провести голосование. Коллеги, что вы думаете, как вы оцениваете наиболее целесообразную опцию для лечения пациентов с невыкорбящим раком лёгкого, с высоким уровнем ПДЛ1? Голосование? Что-то от меня ещё требуется? Коллеги? Это я задаю вопрос к... Мы ждём 10 секунд, пока происходит голосование. Как правило, это, когда находишься, будучи дискутантом, это длится вечность. Татьяна, а можно я продолжу? Потому что время всё-таки идёт. Конечно. Я осталась 2,5 минуты, а пока продолжу, и мы вернёмся, когда будет полученный результат. Другая группа пациентов – это уровень экспрессии ПДЛ от 1 до 49%. С моей точки зрения, принципиальным отличием этой группы является то, что, безусловно, эти больные значительно менее чувствительны в среднем к действию иммунотерапии. И здесь важно понимать, что когда мы говорим про чувствительность к иммунотерапии, то мы говорим не про то, что один и тот же пациент, он чуть больше чувствительный или чуть меньше чувствительный. Нет. Пациент либо чувствительный, он либо отвечает на иммунотерапию, либо нет. Вопрос просто в том, что таких пациентов среди больных с уровнем экспрессии от 1 до 49%, их меньше, чем среди пациентов с уровнем экспрессии 50%. И, в общем, это всё проявляется, и в том числе в том, что когда мы говорим про комбинированную химию, иммунотерапию, действительно пациенты отвечают хорошо на первоначальное воздействие, особенно когда имеют вместо два варианта терапии, одинаково хорошо отвечают на терапию. Но, к сожалению, эффект вот этой терапии длится не настолько долго. И вот мы видим с вами результаты опроса. Верно я говорю, Татьяна Ивановна? И у нас это мнение очень хорошо видно, но… Да, вы видите, Фёдор Владимирович, значит, монотерапия пембролизумаба 46%, комбинация пембролизумаба и химиотерапии 15% и комбинация ИПИ плюс НИВА 38%. То есть мнения немножко разделились, но большинство за использование только иммунотерапии без применения химиотерапии. Ну, я… Спасибо большое, Сергей Иванович. Я так понимаю, что это связано с тем, что у нас в стране не так давно зарегистрировали вариант двойной комбинации, поэтому в Израиле, я так понимаю, ещё нету reimbursement для этого варианта лечения. У нас в России он… Да, мы… Я даже не знаю, как мы можем его проводить. Наверное, только ориентируясь на схему для меланомы, там значительно выше доза ИПИЛЕМУМАПа 3 мг на килограмм, поэтому мы кое-как пытаемся выкручиваться, но, в общем, всё это, конечно, не совсем правильно. Вот, возвращаясь к группе пациентов с уровнем эспресси ПДР от 1 до 49%, значимые и хорошие результаты можно получить от использования двойной комбинации НИВА ИПИЛЕМУМАПа и двух циклов химиотерапии. Но что мне представляет самое важное? Когда мы даём пациентам с самого начала, а в фронт два варианта лечения – и химиотерапию, и иммунотерапию, мы получаем хороший результат в самом начале, мы уменьшаем у пациентов симптомы, мы не выявляем первично резистентных пациентов, у которых прогрессирование происходит в течение короткого срока, то есть мы фактически помогаем большей доле пациентам. Но ведь, к сожалению, когда мы говорим про злокачественные опухоли, это хроническое заболевание, это заболевание, которое, к сожалению, рано или поздно прогрессирует. И мы знаем, что химиотерапия в этой связи относительно умеренно эффективный метод лечения, который приводит к уменьшению размеров опухоли, но эффект длится коротко. Существенным преимуществом, как мы уже говорили, Элизабет тоже об этом говорила, когда мы говорим про иммунотерапию, эффективность этого метода заключается в том, что эффект длится долго. И когда мы даем пациенту двойную химио-иммунотерапевтическую комбинацию, мы не получаем такой длительности эффекта. Посмотрите, сверху данный кенот 0,42, монотерапия, эмбролизумаб у больных с позитивным уровнем экспрессии педели 1, несколько групп, это больше 1%, это больше 20%, больше 50%, от 1 до 49%. Независимо от того, какой уровень экспрессии педели у пациента, если ответ получен, он длится 20, 17, 20, 22 месяца. Другая ситуация в исследовании кенот 189 для пациентов с умеренным уровнем экспрессии педели 1, эффект значительно короче, и он на самом деле похож на такой эффект, который наблюдался на фоне только химиотерапии. К сожалению, это тот недостаток химио-иммунотерапевтического подхода, который мы наблюдаем, не выявляя этих пациентов, которые отвечают на иммунотерапию. И, собственно, похожая возможность ситуации наблюдается и для ЧЕК-МЕИ-9ЛА после двух циклов химиотерапии, а в течение года эффект сохраняется у 49% пациентов. Аналогичная комбинация иммунотерапевтических препаратов, она позволяет достичь длительности эффекта у 68% пациентов в течение одного года наблюдения. Возможно, вот эти вот как раз 10% пациентов – это те больные, которые ответили на два цикла химиотерапии и ожидаемо спрогрессировали, потому что эффект от химиотерапии редко длится в течение одного года. И здесь мы приходим к следующему голосованию, второе голосование, и мы задаем аудитории абсолютно похожий вопрос, но уже в отношении группы пациентов с экспрессией ПДЛ-1 от 1 до 49%. Монотерапия, фембрализумам, комбинация химиотерапии, комбинация двух иммунотерапевтических препаратов с двумя циклами химиотерапии или без них, коллеги, что вы думаете? А я иду дальше, у меня еще буквально осталось несколько слайдов, и один из них в отношении пациентов с негативным уровнем эспрессии ПДЛ-1. Мне представляется на настоящий момент, что для этой группы на круг, мы знаем, что она составляет около 30%, эффективность иммунотерапии крайне невысока. И единственной причиной, почему мы не можем исключить этих пациентов из лечения текущим поколением иммунотерапевтических препаратов, это то, что все-таки есть отдельные пациенты в этой группе, которые отвечают на терапию. И, возможно, это пациенты с высоким уровнем ТМБ, которые все-таки на первом этапе хотя бы отвечают на терапию ингибиторами контрольных точек. Вот, да, мы видим результаты голосования, мы видим, что больше врачей и коллег настроены на то, чтобы давать пациентам с промежуточным уровнем экспрессии от 1 до 49%, химио-иммунотерапевтическую комбинацию. И еще не все готовы к тому, чтобы использовать для этой группы пациентов двойную иммунотерапевтическую комбинацию эпилемомаба с неволомабом, но я думаю, что это дело времени. В следующем году у нас будет расшириться опыт использования этого варианта лечения, и, наверное, тогда у нас будет больше понимания все-таки, насколько мы можем со спокойной совестью назначать бесцета-статические режимы больным с умеренным экспрессией ПДЛ-1. Вот, возвращаясь к группе с негативной экспрессией, мне кажется, что будущее заключается в том, чтобы идентифицировать тех пациентов, которые ответят на иммунотерапию хотя бы в том виде, в котором она есть. Мы знаем, что кроме исследования биомаркеров, которые активно развиваются в настоящее время, есть и другие направления, когда появляются новые мишени, которые могут быть использованы для комбинированной иммунотерапии, и, возможно, эти комбинации расширят наши возможности для использования у пациентов с немелкоклеточным раком лёгкого без маркеров чувствительности к текущему поколению иммунотерапии. И здесь последний вопрос, заключительный вопрос к аудитории. Как вы относитесь к использованию ингибиторов контрольных точек у пациентов с негативной экспрессией ПДЛ-1? Вопрос не теоретический, вопрос практический. Мы знаем, что, к сожалению, возможности по использованию дорогостоящих препаратов ограничены, в частности, ограничены в нашей стране. Поэтому, дорогие друзья, как вы относитесь к тому, чтобы, с одной стороны, исключить или всё-таки давать всем пациентам с негативной экспрессией, надеясь найти того пациента, который будет чувствителен к этой комбинации? И у него, как мы знаем, эффект будет длиться тоже очень долго. А я пока, да, ну, видите, в соответствии с показаниями, большинство из коллег всё-таки настроены использовать у этой категории пациентов ингибиторы ПДЛ-1. Это замечательно, я очень рад этому. Очень рад этому ещё и потому, что таким образом, конечно, мы не пропустим тех пациентов, которые ответят на иммунотерапию. Но, к сожалению, мне кажется, что это отражает состав аудитории и то, что в аудитории представлены, наверное, больше представителей федеральных учреждений, которые, обладая значительно более, как это сказать, глубокими знаниями о имеющейся проблеме, они, конечно, не стремятся ограничить доступ пациентов к дорогостоящим препаратам. К сожалению, в практическом звене мы вынуждены, я скажу так, вынуждены понимать, можем мы это сделать или не можем, потому что, к сожалению, ресурсы не бесконечны. И одним из таких факторов, с моей точки зрения, который может быть использован для стратификации пациента для иммунотерапии, независимо от уровня экспрессии ПДЛ-1, это фактор, который переходит из одного исследования в другое в исследованиях монотерапии, в исследованиях комбинированной химио-иммунотерапии, это статус курения. Чем больше стаж курения, чем более активно курил человек, тем больше у него вероятность ответить на иммунотерапию. Фактически во всех исследованиях никогда не куривший пациент имеет меньшую вероятность ответить на иммунотерапию, в то же время как курильщики отвечают на нее значительно лучше. На этом позвольте вас поблагодарить. Прошу прощения, на 7 минут перебрал время. Спасибо.